Формирование комфортной городской среды. Все лето и осень в городах республики реализовывали эту федеральную программу. А когда настало время подводить итоги, выяснилось, что не такая уж среда получилась комфортная. Вместе с представителями Общероссийского народного фронта и Минстрой Чувашии оценивала отремонтированная территория Ольга Пырочкина. С середины ноября настало время подводить итоги реализации программы формирования комфортной городской среды. На сайтах муниципалитетов стали появляться вот такие новости. В Мариинском посаде торжественно открыли дворовую территорию. Мы приехали в этот двор по улице Николаева буквально на следующий день после открытия. Сюрпризы начались, как только вышли из машины. Рядом с канализационным люком обнаружилась дыра. Ну вот могу демонстрировать, что здесь глубина минимум 5 метров. И представляет она очень большую опасность. Вот там можно спокойно здесь провалиться. Ты никак не ограждена, да? Ничем не ограждена, просто закрыта маленькой дощечкой. Со стороны подъездов по программе отремонтировали проезды, обустроили парковку. А вот за домом должна была появиться спортивная площадка. Добро пожаловать на футбольное поле. Впрочем, футбольное оно, баскетбольное, волейбольное или полоса для прохождения препятствий, я не уверена. На вопрос, кто виноват, традиционный российский ответ. Погода чуть-чуть подвела. Получилось, что не смогли засеять травой. Подготовить грунт для засевки газонной травой. Вот и получилась такая ситуация, что такой вид пока. Они будут доделывать? Обязательно будут доделывать. В этом году уже, наверное, даже расход семян получится. Нельзя государственные деньги тратить. Берем гарантийное письмо от подрядных организаций весной. При соответствующих погодных условиях эти работы будут завершены. Кроме дворовой территории в Марпасаде в программу в этом году попала так называемая общественная территория. Подвесной мост через реку Нижняя Сундырка, прилегающие к купелям дорожки и лестница. К ремонту моста даже не приступали. Мы уже привыкли ходить. Но мост, конечно, для бабушек, старушек тяжело ходить. Мне вот страшно. Он идет, шатается. Кто-нибудь падал у вас с этого моста? О, три случая было. Мостик-то плоховатый. Боимся, да, ходить по мостику. Но надеемся на администрацию. У нас сейчас подрядчики как раз собирают конструкции на предприятии. Как вы все знаете, мост делают зимой, когда воды меньше. А, то есть это специально. То есть это не подрядчик опаздывает, это специально. Нет, это все по плану, да, по плану идет. Что касается дорожек и лестницы, здесь, кажется, все готово. Впрочем, только кажется. И дело не только в опорах линии электропередач, которые грозят упасть в любой момент. Наступили, ступенька одна чуть не провалилась. Само состояние ДОСы, как думаете, долго прослужит? ДОСки года три прослужат, не больше. Ясно. Ну вот мы видим, что да, если кто-то ребенок, да, или пожилой человек проведет ладошкой, да, будет держаться. Да, можно просто даже занозиться. Шлифовальные работы должны быть. И все замечания, как бы, мы подрядчика заставим устранить. Если руководство Морпосада обещало заставить подрядчиков устранить замечания, то представитель администрации Новочебоксарска от комментариев отказалась. А вопросов было много. Так, во дворе по улице Винокурово после ремонта пропало два ряда старой тротуарной плитки. Я, конечно, понимаю, что вопрос финансовый. Там где-то плиток не хватило, отсюда сняли, туда увезли. Но, извините мне, это не решение вопроса. Все, что осталось после ремонта проездов, сложили на газон. А вот дворовый проезд по улице Жени Крутовой. Его должны закончить до 27 ноября. При том, что, собственно, ремонт еще и не начали. На сегодняшний момент, смотрите, уже есть очень много претензий и как к проектным работам, как к исполнителям, которые подрядились на эти работы. Поэтому на следующий год, я думаю, будет отбор более жесткий и подрядчиков, и проектировщиков. Я думаю, что мы должны, глядя на итоги этого года, на совершенно другой уровень увидеть на следующем году. По всем недоработкам муниципалитеты и Минстрой будут вести претензионную работу. Может, тогда городская среда станет комфортной, как было задумано. Ольга Пырочкина, Рана Гавилян, Республика.